И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной очень интересной теме. У нас остается чуть больше недели до первого, ну, наверное, интересного праздника в нашей игре. И сегодня я хотел бы поговорить о нем. Сегодня я хотел бы обсудить вместе с вами 14 февраля, День влюбленных, тот самый день, который в новом году открывает наши, ну, какие-то уже более значимые праздники в нашей игре. Обсудим сегодня, что, на мой взгляд, преподнесут нам разработчики на этот ивент, какие у нас были уже ивенты и скидки на этот день в предыдущих годах, ну, и спрогнозируем свою точку зрения, связанную с этим замечательным праздником. Ну, а если вы ждете скидочек, ждете каких-то интересных событий, ивентов, посвященных к 14 февраля в нашей игре, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на канал и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу, тегу ТМП на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкойнов. Вся информация по этому поводу есть в описании. Ну, а мы начнем с просмотра этого ивента, каким же он был в предыдущих годах. Начнем с аж 2019 года. Я чуть-чуть погуглил, чуть-чуть поискал и нашел 2019, 2020, 2021 и 2022 год. Что же было у нас в игре на День Святого Валентина? В 2019 году у нас были 25% скидки на все, 25% скидки также на улучшение и 50% на их ускорение. При этом появлялись хорошие всякие интересные спецушки и, что самое главное, были повышены золотые ящики в 5 раз с увеличенной вероятностью выпадения их во всех матчмейкинговых катках. Ну и также были увеличены фонды на, получается, сколько? Целых 4 дня. 14, 15, 16, 17 число, 18 это уже с рестарта все дело заканчивалось. То есть, по сути, были такие не супер крутые скидки, да, после чего у нас как бы, ну, по дефолту тут все голды, фонды, спецпаки, скидки, да. После чего в 2020 у нас появляются уже 30% скидки на этом ивенте. Появляются они на все те же самые гаражи, на магазины, 30% на улучшение, 50% на ускорение. Также появляется спецпак какой-то определенный, коинбоксы, золотые ящики и фонды. И в очередной раз увеличенные выпадения золотые ящики, что самое главное, да, и всегда это, наверное, ну, больше всего ценится среди наших игроков, любителей голдоловить, да и меня в том числе, да. То есть, какая-нибудь демочка сочненькая, либо там соло джиггернаутик с повышенным шансом выпадения голдов на каких-нибудь сочных картах. Это всегда приветствуется. В 2021 году у нас были все так же 30% скидки на магазин, на гараж, ну и 30% на улучшение и 50% на их ускорение. Также начали появляться супермиссии, ультраконтейнеры, спецпаки, ну и коинбоксы и повышенные фонды и опыт. Что касаемо голдов, то они, я более чем уверен, тоже были. И были они у нас на протяжении... А, у нас еще был ивент с мини-игрой, потому что были осколки. Ну ладно, тут у нас уже мини-игра была, хотя, быть может, а вдруг стартанет новая. А вдруг стартанет еще одна мини-игра. Ведь эта мини-игра, ну, довольно быстро закончилась и была такая коротенькая. Кстати, на это можно тоже обратить внимание, шансик, наверное, имеется. Ну и что касаемо праздничного режима, то у нас был режим каждый сам за себя. Карты Барда, Рио, Серпухов с повышенным выпадением золотых ящичков. Ну и в 2022 году у нас были все те же самые 30% скидки, 30% на улучшение и 50% на запуск ускорения шагов. Это если МПК брать. Ну и праздничный режим, который назывался Голдоловый, с повышенным шансом выпадения золотых ящиков на картах Чернушка, Будущее и Red Alert. И также спецпредложения, увеличенные фонды и опыт плюс супермиссии. Ну и какое-то определенное праздничное оформление. Что касаемо этого года, все у нас начнется уже в эту пятницу, в моем понимании. А пятница у нас будет 10 числа, да, то есть если у нас 14 февраля выпадает на вторник, то уже с 10 числа у нас должны начаться интересные вещи в нашей игре. Плюс, ко всему прочему, этот ивент может продлиться на 2 недели, в связи с тем, что у нас как раз таки падает все это дело на вторник. Но я думаю, что начнется именно с 10-го. Но чаще всего в последнее время у нас именно так и проходили все подобные ивенты в нашей игре. Что касаемо скидок, все останется так же самое. То есть здесь ничего абсолютно не поменяется. Уже, как говорится, на протяжении 3-х предыдущих лет все сохраняется в том же самом ключе, что в 2020, 2021 и 2022. Скидочки у нас будут 30%, на МПК будет 30,50. Очень надеюсь на какую-то крутую, либо крутые карты в именно DM режиме, либо соло-джиггернауте. Соло-джиггернаут тоже идеально подходит. Например, на каком-нибудь там вкусном Чернобыле, например, там. Ну, есть там шансик, там, может быть, какой-то там. Есть такая карта интересная. Там иногда реализация прям очень интересная в этом режиме происходит. Но это так, чисто. Скидок, а вдруг? А вдруг свезет, да? Там Чернобыль, там, соло-джиггернаутом как-то появится. Там, ну, как бы там, что-то, может быть, интересное раскрутится. Но это так, чисто. Да. Ну, а так, демочка вкусненькая какая-то залетит. Понятное дело, что будут спецпаки, будут увеличенные у нас фанды и опыт, увеличенные шансы выпадения голдов, так же само, в спецрежиме. Ну, и понятное дело, что появятся у нас особые миссии, куда без них. Куда без них в последнее время всегда они у нас в нашей игре появляются. Но, что самое главное, это то, что, если до начала видеоролика я не задумался о мини-игре, сейчас, после как раз-таки вот этих вот замечательных осколков, где я здесь увидел, да, их, у меня появилась мысля, ведь у нас наша мини-игра уже сегодня окончена, да. То есть, почему она была такая короткая, никто не знает. Ведь это была, наверное, самая короткая мини-игра за всю ее историю, потому что она продлилась у нас, получается, ну, грубо 15 дней, да. До этого у нас мини-игры были там по 25 в целом, может быть, даже иногда и больше. А тут у нас была 15-дневная мини-игра, да. Поэтому я оставляю шансы на то, что и мини-игра в нашей игре может появиться на этом замечательном ивентике и преподнесет нам что-то новое, замечательное и интересное. Ну, а так, конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то крутая атмосфера, ну, а самое главное, чтобы был четкий, контентовый спецрежим. Ведь на таких ивентах, на таких праздниках спецрежим решает очень и очень многое. Пишите, что вы думаете по поводу Дня Святого Валентина, каким вы его видите в танках онлайн в этом году. Также пишите, согласны ли вы с моей точки зрения. Если да, то так и напишите. Если не согласны, если думаете, что что-то будет по-другому, также выскажитесь, будет интересно почитать. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ваник, и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok